Дорогие друзья, всем привет! Новый выпуск на нашем канале. Я нахожусь прямо в центре Санкт-Петербурга. Это станция метро Спасская. На моих часах почти 12 часов ночи и метрополитен вот-вот закроется. Довожу до вашего сведения, что участок четвертой линии петербургского метрополитена будет закрыт для пассажирского движения с 16 по 18 августа 2024 года. В связи с очень масштабными работами, которые будут производиться прямо в туннеле по соединению действующего участка метрополитена, линии метрополитена с новым участком. И мы прямо сейчас с вами спускаемся на станцию, спускаемся в туннель и смотрим, как же соединяется новая линия метро с действующей. А также я расскажу, как будет организовано движение пассажирских поездов в этот период. Поехали! Пассажирские поезда Вопрос, который всегда встает при подключении действующего метрополитена к строящемуся, он связан с чисто технологическим подключением не только пути, по которому поезда оборачиваются и ездят, но и по подключению всех систем, увязки автоматики действующей линии со строящимся участком. И, безусловно, в этом вопросе очень важно, чтобы тщательная подготовка позволила максимально сократить то время, которое требуется для выполнения этого технологического подключения. Если говорить о составе работ, то, конечно, в первую очередь это работа путейцев. Как-то нужно из существующей схемы, используемой для оборота подвижного состава за тупиковой станцией, сделать ту, которая будет обеспечивать безопасность движения на подключаемом участке. И на станции «Спаская» нам предстоит разобрать две стрелки, и из пяти стрелок, которые в настоящее время обеспечивают оборот подвижного состава, останутся только три. 490, снять напряжение с контактного райса, compartяню с участком. Спасибо. Заходи. Так, дорогие друзья, мы находимся в месте производства работ. Я вам сейчас вкратце объясню, что здесь вообще происходит. Идите сюда потихонечку. Значит, так как станция Спасская является конечной станцией четвертой линии петербургского метрополитена, поезда оборачивались вот по этому перекрестному съезду по сей день. И оборачивались они через два тупика. Соответственно, один вправо тупик, вот он, пожалуйста, другой слева. Так как линия, четвертая линия продлевается до станции Горный институт, и этот тупик, который сейчас находится здесь, будет первым главным путем в сторону станции Театральная, соответственно. Вот этот вот стрелочный перевод, съезд, вот этот вот, и, соответственно, на второй путь, вон туда, в правый туннель. Его необходимость уже отсутствует. Понимаете, о чем говорю? Поэтому задача убрать перекрестный съезд полностью, вот этот вот. Здесь просто сделать путь. И оставить только съезд вот в этот вот тупик. Будет просто как для отстой составов или для временного оборота. Было два тупика, остается один. А за место вот этого тупика бывшего будет главный путь в сторону станции Театральная на новый участок. Станция с Паской перестает быть конечной, будет продление линии. Дополнительная сложность заключается в том, что, как вы уже видели, производится демонтаж перекрестного съезда, убираются два стрелочных перевода. В связи с этим полностью меняется конфигурация станции. Значит, появляются дополнительные светофоры, дополнительные маршруты. В связи с чем вот эта вся работа в аппаратной СЦБ и происходит. Смотрите, на станции сделали такую мини-столовую. Работники метрополитена, службы питания, привезли сюда, соответственно, еду. Вот бутербродики, здесь что-то под фольгой тоже спрятано вкусное. А там горячий чай и кофе можно. И работники каждые 6 часов, я так понимаю, выходят из туннеля и здесь могут спокойно перекусить. Теперь информация для вас, для пассажиров. Рассказываю, как будет производиться движение пассажирских поездов на 4-й линии в период закрытия участка. Сегодня, уже в пятницу, 16 августа, движение пассажирских поездов на 4-й линии будет осуществляться. От станции улица Дыбенко до станции Лиговский проспект. Но здесь следует учитывать, что большая часть поездов будет ходить до станции площадь Александра Невского 2 с интервалом от 2,5 до 5 минут. В зависимости, конечно, от времени суток. Но меньшая часть поездов из них будет ходить до станции Лиговский проспект с интервалом 8-10 минут. Чтобы пассажирам добраться до 4-й линии с какой-либо другой линии метрополитена, это можно сделать через зеленую линию петербургского метро. Вот, например, со станции Маяковский или со станции Гостиный двор пересесть на зеленую линию и дальше доехать до станции площади Александра Невского 1. Ну и дальше, соответственно, на 4-ю линию. Самое интересное начинается в субботу и воскресенье, 17 и 18 августа. Здесь схема движения для пассажиров уже меняется. Также большая часть поездов будет ходить от начальной станции 4-й линии улицы Дебенко до станции площади Александра Невского 2. Меньшая часть с интервалом 8-10 минут будут ходить от станции улицы Дебенко и до станции Садовая 5-й линии, вот этой фиолетовой. Как это будет производиться? Казалось бы, эти линии никак не соединяются на обычной схеме петербургского метрополитена, которая для пассажиров. А здесь все очень интересно. Дело в том, что от станции Достоевская, вот здесь вот, я вам сейчас схему показываю, на экране увидите, есть специальные две соединительные ветви, которые до 2009 года использовались в пассажирском движении. Поэтому будет просто, ну, можно сказать, легендарный период 18 и 18 августа, когда пассажиры, любой пассажир сможет прокатиться в поезде по этой соединительной ветви от станции Достоевская до станции Садовая. Там поезд пассажиров высаживает, едет под оборот в тупик, разворачивается, сажает пассажиров опять же на станции Садовая и едет обратно с 5-й на 4-ю линию на станцию Достоевская, ну и далее в сторону станции улицы Дебенко. Поэтому очень важное сообщение для вас, для пассажиров. Когда находитесь на станции Садовая, слушайте внимательно информацию от дежурной по станции по громкой связи, которая будет говорить, что поезд следует в сторону станции улицы Дебенко на 4-ю линию, чтобы вы не уехали случайно не в том направлении. Потому что большинство поездов будет идти именно вниз по фиолетовой линии, по 5-й, а меньшая часть поездов, как тут написано, 8-10 минут интервал, будет идти на 4-ю линию. Поэтому очень внимательно слушайте. То же самое и здесь. Не ждите, что каждый поезд будет идти в сторону Садовой. Большинство поездов будет идти до площади Александра Невского, там высаживать и под оборот. А меньшая часть поездов с интервалом 8-10 минут будет идти уже до Садовой. Тоже персонал дежурной по станции будет пассажиров оповещать. Поэтому наушники из ушей, как говорится, вынимаем, слушаем внимательно, что сообщают работники метрополитена. В принципе, схема очень удобная. Максимально все сделано для того, чтобы развести максимальное количество пассажиров и меньше доставить неудобств в период закрытия участка 4-й линии. Как вы видите, вот этот вот аккумуляторный вагон уже заехал на место производства работ. Впереди него, я еще раз вам напомню, находится кран, который уже грузит свое просто... Ну, посмотри, пожалуйста, уже грузит демонтированные стрелочные переводы, крестовины, вот здесь можно видеть, чтобы потом это все увести. Так, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что сами работы разделены на три этапа. Первый день, то есть в первые сутки, производится демонтаж перекрестного съезда, демонтаж двух стрелочных переводов, демонтаж светофоров, демонтаж путевых устройств ССБ и так далее и тому подобное. И то, что вы только что видели в реле на ССБ, там тоже ведутся работы. Второй день. Завоз и установка нового оборудования. Стрелочные переводы, светофоры, путевые устройства, различные реле и дросселя и так далее и тому подобное. И третий день, самый важный, это проверка работоспособности. Сюда, на станцию Спасская, приезжает специальный электровоз, который будет кататься по разным маршрутам сюда, в тупик, на главный путь в сторону театральной, обратно, по-всякому. И будут проверяться все маршруты и работа всех устройств. Как работают светофоры, как это все отображается у дежурной по посту централизации. И только после этого, когда все проверится, комиссия, значит, подписывает специальные бумаги, акты. И с понедельника, с 19 августа открывается пассажирское движение. А вам я хочу посоветовать, если вы живете в Петербурге или гость Петербурга, не упустите такую возможность прокатиться от станции Достоевская, оранжевой, четвертой линии, до станции Садовая, фиолетовой, пятой линии по соединительной ветви. Я хочу вам еще раз напомнить, что эта соединительная ветвь раньше использовалась как настоящие пассажирские туннели для пассажирского движения до 2009 года. Так что, дорогие друзья, я думаю, вам понятно, здесь огромные, колоссальные и масштабные работы, поэтому пришлось закрыть участок пути. Но, тем не менее, теперь вы знаете, как это все происходит, сколько людей здесь задействовано. Спасибо, что посмотрели. У нас уже почти 3 часа ночи, и мы собираемся домой. Счастливо!